Аэропорт Алексея Леона встречает тех, кто решил отправиться в воздушное путешествие. Имя легендарного космонавта, героя Советского Союза, теперь украшает здание Кемеровского аэровокзала. Особенно красиво эта надпись выглядит в темное время суток, благодаря подсветке букв. Прямо напротив красуется самолет, на котором готовился к полетам в космос наш прославленный земляк. Со дня на день перед зданием аэропорта появится спускаемый аппарат. Огромный агрегат весом более двух с половиной тонн еще совсем недавно отправлял космонавтов на Землю, сейчас прямиком с Байконура он направляется в Кузбасс. И это только часть больших изменений. Получилось благодаря Мангу Мировичу, это была его инициатива, и дизайн, инициатива, и задумка вся исходила от губернатора. Поэтому я считаю, что эту задумку мы воплощаем в жизнь. И буквально совсем скоро здесь будет торжественное мероприятие по открытию этого аэропорта. Внутри аэропорта полным ходом идет работа. Первый этаж здания буквально утопает в космической живописи. Все оформление согласовано с Алексеем Леоновым. Любоваться репродукциями картин первого человека, вышедшего в открытый космос, можно уже сейчас. Основная часть экспозиции разместится на втором этаже. Кроме множества мелких экспонатов, значков, марок и открыток, больше всего внимания привлечет этот. Проведена уникальная работа на научно-производственном предприятии «Звезда». Воссоздан в мельчайших деталях скафандр. То есть в таком же летал Леонов, выходил в открытый космос. Вот нам даже прислали его фотографию, этого скафандра. Вот, то есть он сейчас у нас с этого завода «Звезда» с города Королева отправляется к нам в Кемерово. Скоро уже будет на месте. Мы его здесь установим, его можно будет тоже посмотреть, потрогать. Кроме того, посетители аэропорта Алексей Леонов смогут отведать настоящего космического борща или другой еды на свой вкус. А на огромном телевизоре в зале ожидания можно будет окунуться в атмосферу космоса благодаря фильмам о легендарном земляке. До этого исторического момента остается совсем немного времени. Алексей Поляков, Татьяна Савельева, Константин Червяков. Новости моего города.